Привет, зритель! Что это тут у нас? У нас тут чайник. Я его сегодня отмывала всякими... Ну, в общем, короче, была там помесь мыла моего самопального с глиной, еще проще тригухи мыльной, не моего, но все-таки не до конца оно, как потом я поняла, отмылось. Но зато у меня рыльца отмылась впервые в жизни. Ну, в смысле, не впервые в жизни. Впервые в жизни этого чайника я вдруг поняла, как эту фигню можно извлечь. Я ее отмыла уже вручную отдельно. В общем, в этом чайнике с этой вот крышечкой, не родной, кстати. Я сейчас вам заварю, ну вообще заварю себе, просто запишу для вас эту заварку того чая. Это вот чай трензичала, это я этот штатив слегка отодвинула. В общем, это тот шарик, который вскрытый был. Да, у меня тут суп самопальный. Ну, в смысле, как бы понятно, что я его делала, но был у меня бульон мясной, я просто туда вермишели кинула и вакаму закинула. В общем, вот такая вот штучка. Я вообще думала сначала чай на свечке растолбачить, но это долго, надо определенное настроение. Ну и, короче, в итоге решила, что и там много его. Думаю, может, оно мне не понравится, может, оно будет не очень, потому что там отзывы какие-то я уже потом почитала неоднозначные. У кого заварилось, а кто не понял прикола. А у кого не заварилось вообще. Наш чайник почти готов к использованию. Сейчас мы его чем-нибудь прихватим. Так как там еще есть один такой шарик, и как вариант, я могу другой шарик сделать действительно на свечке, или же включить камеру и не есть там фоном, а именно подождать, как оно медленно и печально раскрывается. Это если вам надо, вот кот фоном что-то орет. А другой вариант, я могу вот сейчас вот показать, что она его залила, оно заваривается, а потом уже включить камеру и показать, каким оно стало. Потому что я как бы хочу покушать, и причем хочу покушать без камеры, а под аниме. Поэтому я сейчас это просто приближу. Я вообще сегодня съела только один большой апельсин с кофе, а потом две игрушки, но перед этим еще после этого, чай с зефиринкой единственной в шоколаде, а потом через 5 или 6 часов пару игрушек. И вот недавно поняла, что к отцу я хочу на самом деле есть. В общем, вот он тут у нас. Ну и попозже я запишу, каким он стал. Ну и, соответственно, продегустирую и скажу вам, как оно. В итоге чай заварился быстрее, чем я дошла до компа, и суп я тоже уже съела. В общем, вот такой у нас чай тут. Нормальный цвет. Тут что у нас плавает? Две желтых хризантемы. По ходу дела... Какой-то... Бутончик розы. Ну и сам цветок вполне себе нормальный. Я считаю, что те идиоты, которые писали, что заварилась не так, выглядит красиво, но невкусно, они просто идиоты, потому что вот это очень даже приличный чай. И, по-моему, он... Ну, что-то, да, вот 56, что ли, он у меня... 102 рубля, по-моему, у меня оба пакетика вышло. 56 рублей он стоил. Ну, где-то так примерно и стоит. В России оно плюс-минус 10-20. Кто во что гораст, короче. Сейчас даже, может, как-то попробую так вот сделать. Вот такой чай. Сейчас я найду себе какую-нибудь маленькую мисочку, чашечку-пиалочку и протестирую его, продегустирую. Вот тут кусок меня. Я думаю, меня почти видно. И как вот это вот все делается. В крайнем случае я потом приближу. Почти одной заварки набухала. Нежный такой вкус. Короче, хороший, достойный чай. Еще раз убеждаюсь, что те идиоты, которые пишут, что он только красивый внешний, а так он вообще никакой, они реально идиоты, не понимающие ни черта в чая. Можно данного варить и, кстати. И если это реально правильный чай, то он, в принципе, приличное количество заварок выдерживает. Так что, может, вам даже надо есть. Ну, конечно, можно его наливать не так. Я сейчас одной заварки набухала, разбавлять горячей водой, как обычно привыкли люди делать. Это я сейчас что-то так вот заварки долбанула. Если бы у меня был чайник на 0,7, на 700 миллилитов, короче, другой, который в основном я использую на свечке, со свечкой в купе, то там бы, соответственно, как бы была меньше концентрация вот этого всего, и можно было бы в маленьких пиалочках деребить. В чистом виде, как вот сейчас я. Тише, не носил и статив. Короче, нежный, чуть-чуть-чуть совсем отдаленно, слегка горчит. Ибо он как бы зеленый чай. Ну, и само сочетание вот розы и желтой хризантемы вместе с зеленым чаем, соответственно. Очень приятный, достойный чай. Вот кот ко мне запрыгнул. Вот, я вообще-то хотела приблизить камеру. Точнее, встать и приблизить на штативе картинку. Так. Ой. Давай ты потом посидишь на мне. Вот этот цвет этого чая. Передается так же, как он на самом деле, в принципе. Но у меня как бы тут три лампы горит с потолка. Так что вот такой чай я заказала на Джуме. Всем спасибо за просмотр и всем отличного настроения. И пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...